Музыка Казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева запустил новый проект. Теперь коллектив записывает аудиоспектакли. В новый формат перевели и постановку Мукоголей. Она идет в столичном театре на протяжении 17 лет. Спектакль раскрывает историю жизни великого поэта Мукоголи Махатаева. Известный деятель прожил свою жизнь в борьбе за свободу слова и справедливость, но общество того времени не смогло достойно оценить его идеологию. Из-за постоянных упреков и насмешек поэт впал в душевную депрессию. Режиссером постановки является заслуженный деятель Казахстана Булат Узаков. Сейчас наш театр собирается переехать в новое здание, и эту постановку мы не сможем сразу показать на новой сцене. Для этого нужно поработать над декорациями. Поэтому мы решили сделать аудиоверсию спектакля. Возможно, она будет доступна на нашем сайте, возможно, по радио. Это еще не точно. По словам режиссера, в аудиоформате в скором времени представят и другие спектакли театра. В планах у артистов записать около 20 постановок. Они не только порадуют поклонников коллектива, но и войдут в историю отечественного театрального искусства. Аудиопостановки станут украшением театрального фонда, будут полезны и для будущих актеров. В Казахстане стартовала эстафета, посвященная памяти известного композитора Кьюиши Нургисы Тлиндиева. В этом году страна отмечает 95 лет со дня рождения мастера. Участники исполняют Кьюи Нургисы Тлиндиева и передают эстафету другим деятелям культуры. Онлайн-акцию начал лауреат международных конкурсов «Дамбрист Иртис Сэрхан». Мы решили запустить эту эстафету, посвященную композитору, который внес большой вклад в отечественную культуру. Я исполнил Кьюишик Пежек. Передаю эстафету таким известным деятелям культуры, как Мирамбек Беспаев, Арман Жудибаев, участникам группы «Жигетер» Баглану Абдраимову и Ирдосу Канаеву, а также лауреату молодежной премии «Дарын» Мурагеру Сауранбаеву. Эстафету приняли различные творческие коллективы, в их числе и фольклорный ансамбль «Сара-Арка». Артисты столичной филармонии исполнили знаменитый Кьюи Нургисы Тлендиева «Эль Кхиса». Кьюи Нургисы Тлендиева лучше всего передают дух казахского народа, его порывы, стремительную силу кочевников. И я думаю, что эта эстафета – отличная возможность еще раз обратить внимание молодежи на наше богатое наследие. В свою очередь, наш коллектив передает эстафету ансамблем «Эль Кхиса» из Казалжара и «Айнаколь» из Кокшитау, а также столичному коллективу «Астана-Сазе». Онлайн-выступления участников эстафеты можно увидеть в социальных сетях под хэштегом «Нургиса-95». В Алматы в Центральном государственном музее Республики Казахстан состоялась онлайн-выставка коллекции самоваров. Всего было представлено около 50 экземпляров различных форм, изготовленных из меди, латуни и бронзы, а также более современные электрические самовары и самовары-кумганы. Одними из главных фабрикантов самоварного дела являлось семейство Баташовых, братьев Баташовых, которых называли в свое время королями самовара. Эти экспонаты были в свое время переданы в дар музею, привезены из экспедиции этнографического характера, куда ежегодно наш музей в составе экспедиционного отряда отправляется во все регионы нашего Казахстана. Баташовы были не единственными мастерами самоварного дела. Достойную конкуренцию им составляли чайные машины братьев Лялиных и Ермелиных, также показанных в экспозиции. Особую гордость выставки составляет 30-литровый самовар братьев Шимариных, производства 1862 года, использовавшиеся бригадами на станции Октюбинского отделения железной дороги в конце XIX века.